Ну а теперь посерьезнее новости. На самом деле тяжелейшие бои происходят сейчас на Авдеевском фронте. Возле Авдеевки очень горячо продолжаются бои. Россияне лезут как тараканы. Их очень много, говорит начальник местной администрации. Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Я цитирую его. Бьют из всего, что у них есть. Активно работает авиация. По Авдеевке ночь была горячая. Несколько авиаракетных ударов по самому городу по позициям даже и не считали их очень много. Сотни обстрелов. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются. Ни днем, ни ночью. Лезут как тараканы. Очень много. Вчера очень много было применения бронированной техники. Шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава привозят свежак. Свежатин. Россияне подвезли свежатин. Окупанты хотят взять Авдеевку в окружение, сосредоточенную на ударах с флангов с севера и с юга. Но украинские воины четвертые сутки неизменно на своих позициях. Уверен, что выдержат, потому что это не люди, это титаны. Говорит Барабаш. Который глава нашей городской администрации. И вот все это отражено в очередной раз уже в сводке генерального штаба. Помните, начал я переживать в прошлые выходные, что что-то в нашей сводке генштаба нет поврежденной российской техники. Маловато убитых россиян. Где они все делись? Как в воду глядел. Я, похоже, сглазил россиян тогда. Помните, это я в понедельник панику поднимал. А вот вам, пожалуйста. Впервые за долгое время более тысячи убитых россиян за вчера. Тысяча тридцать. Ну, человек не скажешь. Тысяча тридцать хайот Адам. То есть тысяча тридцать животных в облике человека. Уничтоженным. 26 танков, 49 бронетранспортеров, 44 артиллерийских орудия, 33 грузовика. Всего 160 единиц тяжелой техники. Уничтожено за вчера на Авдеевском фронте. И легче россиянам не 100 нет. Потому что на нашей стороне теперь не только наша армия, но и партизаны. Сегодня днем в Мелитополе наши партизаны взорвали поезд с боеприпасами и топливом для российских военных. Сегодня, 13 октября, подразделение движения сопротивления сил специальных операций Украины осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям наших воинов. В 7.30 утра, да видите, я сказал днем, ну такой там день кореновый, 7.30 утра. Хотя символичнее было бы в 7.40. Сегодня в день еврейского подрома в Севию. Может это в 7.40 было, может неправильно записали. Короче, в 7.40 утра были взорваны железнодорожные пути. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно. И поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии Российской Федерации. Этот поезд каждый день курсировал между Крымом и Мелитополем и Долгопрудным. Возил боеприпасы и топливо туда, а обратно вывозил поврежденную технику российскую. И то, что они награбили. Железную руду, зерно и личное имущество людей. Ковры, телевизоры, стиральные машины, унитазы. И вот он был подорван по пути туда с боеприпасами и топливом. Не с унитазами и не со стиральной машинами. В результате повреждено 150 метров полотна и тепловоз. И сейчас уточняется, в общем, какие там есть потери среди личного состава россиян. Будем надеяться, естественно, на работу. Субтитры создавал DimaTorzok